Замша – это крутой материал для обуви, курток и ремней. Но, как бы то ни было, мужчины немного боятся носить этот замечательный материал, так как не знают, как за ним ухаживать. Да, конечно, вам стоит быть аккуратным и не попадать в замши под дождь, но не бойтесь добавить замшевые изделия в свой гардероб. Замша, благодаря своей текстуре и внешнему виду, является таким материалом, который как магнит привлекает внимание и положительные отзывы к вашему внешнему виду. В сегодняшнем видео мы расскажем вам все, что необходимо знать об уходе за замшей. Лучший способ держать замшу в опрятном виде – это расчесывать ее специальной щеткой после ношения. Существует три специальных инструмента, которые вы можете использовать для ухода за замшей. Первый – это проволочная щетка. Ее лучше использовать для очень короткой замши. Щетина очень эффективно вычищает волокна замши от грязи и пыли. Делайте короткие и быстрые движения, но будьте аккуратны, чтобы не давить слишком сильно, а то можете повредить замшу. Гофрированная щетка тоже отлично подходит. Она мягче, чем проволочная, и не вычищает материал так же хорошо. Но зато она намного нежнее и не повредит замшу. Последний – это замшевая резинка. Она отлично подходит для удаления пятен замши. Так же, как и гофрированная щетка, резинка не может повредить замшу, если вы вдруг случайно переусердствуете. По секрету, вы можете использовать резинку с простого карандаша, если у вас под рукой не окажется специальной резинки для замши. Когда вы чистите замшу от пятен и пыли, то можно вводить щеткой в обе стороны – назад и вперед. Но когда вы уже закончили вычищать материал и делаете последний штрих, то лучше всего ввести щетку и приглаживать замшу в одну и ту же сторону, чтобы ворс лежал в одном направлении по всей поверхности обуви или куртки. Если ворс выглядит уставшим и приплюснутым, ребята, не бойтесь использовать немного пары и щетку для того, чтобы привести его в чувство. В отличие от обычной кожи, не стоит использовать кондиционеры и крема для обуви в отношении замши, иначе это просто испортит волокно. Давайте рассмотрим, как быть с определенными типами пятен на замше. Если вы пролили воду на замшу, то промокните ее бумажным полотенцем, чтобы она впитала воду в себя. Потом просто оставьте подсохнуть. Если у вас есть пятна от воды на замшевой обуви, то в таком случае мы будем использовать воду, чтобы вывести пятна от воды. Для этого нам придется нанести тонкий слой воды на всю поверхность обуви. После этого надо будет поместить внутрь ботинка колодку из кедра, для того, чтобы он впитал влагу и подождать, пока ботинок полностью не высохнет. Ни в коем случае не ставьте обувь возле обогревателя или камина. После того, как все подсохнет, просто пройдитесь по обуви щеткой, и пятно исчезнет. Для других жидких пятен следует также промокнуть замшу бумажным полотенцем, постараться максимально впитать всю влагу в него, затем нанести крахмал или тальк, оставить на всю ночь и затем щеткой счистить сухую пудру. Никогда не чистите влажное пятно, это только испортит все и размажет пятно по поверхности. Если есть пятно, которое никак не получается удалить, тогда отнесите вашу обувь сапожнику. Или если это пиджак, то в химчистку, которая специализируется на коже, чтобы этим занялись профессионалы. Господа, надо смириться с тем, что вода, снег и соль разрушают любой тип кожи, и замшу ждет та же участь. Поэтому лучшее, что вы можете предпринять в этом случае, это наносить специальный спрей для замши, который будет защищать ее от влаги и отталкивать грязь, пыль и все остальное, что будет встречаться на пути. Для этого потребуется спрей на силиконовой основе нейтрального цвета, или, проще говоря, бесцветный. Господа, перед тем, как покрыть обувь полностью, лучше сначала нанесите немного спрея на небольшую часть, и посмотрите на результат. Предупреждаю, что легкое потемнение – это вполне нормально. Цвет должен вернуться после того, как подсохнет. Если все в порядке, то тогда наносим спрей в хорошо проветриваемом помещении по всей поверхности. Осторожно, не увлекайтесь слишком сильно. После того, как нанесли спрей, можете расчесать ворс в одном направлении, чтобы он красиво лежал, и оставить сушиться примерно на 24 часа. Главное правило – это наносить влагозащитный спрей только когда это необходимо. Это напрямую зависит от того, как вы носите одежду. Если это куртка, то, скажем, раза в два месяца будет достаточно. Но для обуви, которую вы носите почти каждый день, вполне подойдет и раз в неделю. Ну вот и все, джентльмены. Теперь вы вооружены знаниями о том, как следить за замшей, и можете с уверенностью носить одежду и обувь из этого материала. Теперь можете развивать навык, как сохранить лучший внешний вид. Для более детальной информации читайте статью на RealManRealStyle. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова